Итак, в регионе подтверждено 379 случаев заболевания коронавирусом. В лидерах по числу инфицированных по-прежнему Корсунский район. При этом тех, кто выздоровел за сутки, стало в разы больше. Сегодня от инфекции полностью излечились 15 человек. Подробности в ежедневном обращении главы региона. Умерших на сегодня четверо. И мне бы хотелось остановить досужие разговоры о росте смертности в регионе. Часто встречают такие бездумные высказывания. В области умирает куча людей от этой новой инфекции. Просто им ставят другие диагнозы. Не надо врать. Хочу успокоить тех, кто этому верит. Смертность в области за этот год остается на том же уровне, что и за прошлый. В том числе не выросла смертность и от пневмонии. А тем, кто подобные слухи распространяет, хочу напомнить об ответственности за фейки в условиях пандемии. Сегодня я встречался с ведущими вирусологами регионов. По их оценкам, если ослабить ограничительные меры, можем получить неконтролируемый всплеск инфекции. Как это случилось в ряде других регионов. Тогда уже к концу мая все подготовленные нами специализированные места наполнятся больными. И это будет еще не пик заболеваемости. Поэтому мы приняли твердое решение. Мы не будем ослаблять режим повышенной готовности региона. Мы продолжим все связанные с ним ограничительные меры. Мы продлим период самоизоляции до 15 мая. И будем строго следить за соблюдением всех норм и правил. Традиционный месяц частоты, май, должен в этом году стать месяцем тотальной дезинфекции населенных пунктов. В первую очередь тех, где зафиксированы множественные случаи заражения. Масштабная дезинфекция дорог, тротуаров, зданий, объектов городской инфраструктуры пройдет в городе Ульяновске. На улице города ежедневно будет работать 20 автомобилей, осуществляющих дезинфекцию специализированными средствами. К уже созданному областному свободному дезинфекционному отряду подключится техника МЧС. Порядка 10 пожарных машин и сотрудники МЧС с пожарными ранцами будут обрабатывать все места, куда не сможет подъехать городская техника. Кроме того, уже в ближайшие дни в регион прибудут два спецавтомобиля на шасси КАМАЗов для проведения объектовой дезинфекции зданий и площадей. Мы задействуем в работе и специализированную технику городских предприятий, и силы управляющих компаний. Необходимо качественно и единовременно продезинфицировать не только общественные места, но и дворовые территории, подъезды на квартирных домов. Особое внимание при этом будет уделено подъездам, где проживают заболевшие и контактировавшие с ними граждане. Главный дезинфекционный удар проведем со 2 по 6 мая. Принято решение о дифференциации ставок по налогам на имущество для предприятий, которые работают в сфере аренды нежилого имущества. Если сумма выпадающих доходов арендодателя составит более 80%, размер льготы составит 100%. Если эта сумма находится в диапазоне от 50 до 80%, то размер льготы будет 75%. Если от 30 до 50%, льготы составит 50%. А это позволит нам поддержать крупные инфраструктурные объекты, которые аккумулируют на своих площадях более мелкий бизнес. Кроме того, вчера мы провели встречу с большинством ведущих общественных объединений наших предпринимателей. Каждая такая встреча в формате живого диалога – еще один шаг по выработке совместных решений в период пандемии коронавируса. Понимаю, что для многих сейчас невозможно без видения стабильного горизонта делать какие-либо прогнозы на будущее, планировать новый инвестиционный проект. Поэтому считаю, что сейчас важно сосредоточиться на выстраивании концепции стабильного будущего. Поэтому я дал поручение правительству региона в течение 10 дней подготовить меры поддержки, основанные на предложениях нашего с вами бизнеса. Вы спрашиваете меня о том, когда заработать детские сады, поскольку многие сегодня вышли на работу. Хочу отметить, что детские сады будут работать в штатном режиме только после снятия ограничительных мероприятий. Сейчас на базе каждого детского сада работают дежурные группы для воспитанников, чьи родители вышли на работу. В дежурные группы дети принимаются в том случае, если одинокий родитель, либо оба родителя в этот период работают и имеют справку от работодателя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова